Твою маму никто не обозвал, человек обозвал меня, блядь. Как бы не было такого? Ты свой не видел? Тут пусть говорят. Так, маленькие пупсики, послушайте. Сейчас каждый из вас получает бан. Симпла! За что симпла? Да, да, это 100% щит. И бан навсегда. Как же сделать так, чтобы нас бы никто не спалил? Нужно найти самый попсовый аватар, который можно использовать. Нажимаем сохранить. Ну а имя профиля с небольшой пасхалкой. Я записываю ролик. И давайте поставим язык рандомно, вот так вот, македонский. Чего? Давайте интернезийский. Нет, ну не то вообще, все не то. Все не то. Нет. Видео, везде слово видео. Это не пох... О, как мерзки. Все, теперь мы будем работать вот с таким, получается, языком. Мерзкий язык, я даже не знаю, что это. Камбоджа. Погнали снимать. Время пришло. Сегодня мы будем модерировать Сайбершок. Сайбершок. Да-да, сейчас вы видите не только меня, но и самого красивого на проекте. Дима Эль Хакинг. Привет всем. Это самый красивый персонаж. Это самый умный модератор, потому что он забанил уже больше тысячи людей. Напоминаю, у нас 700 тысяч уникальных игроков в месяц. Это почти как на Фейсити, только в несколько раз меньше. Сегодня мы будем смотреть ваши жалобы, которые вы отправляете, а мы должны их обрабатывать. Этим занимаются наши модераторы. Но, как вы можете заметить, с 18-24 за 6 минут тикетов достаточно, которые не проверили. Поэтому давайте с ними заниматься. Ретек Классик 1-3 лавел Фейзи. Это читерство. Дэдас 2. Он получал большое количество тикетов. Все за читерство. Недостаточно доказательств. Читов не найдено. Они компьютер смотрели его или что это? Нет, модераторы не имеют права смотреть компьютеры. Только ты? Просто на сервере. Только главные модераторы могут смотреть. Это сильно. 40 на 20. Пятый левел на Собер-шоке. Основу в бане. Он в втором аккаунте столько набил уже. У меня вообще даже никнейла нет, представь. Челики даже не будут, с читами не будут понимать, что я вообще существую. Смотрим, как играет мистер человек по имени Сьюзан. Я СП включен, но не включен. Окей. Так. Нормально. Стои, джицы и яма. Что же он сделает? Смоки. Промах. Убил. Чуть-чуть дернулся прицел. Чуть-чуть. Один в один. Попадает в тело. И сейчас у него шикарный тайминг. Выйти убить. Первый есть. Второй есть. По спрею у него все очень плохо. Вы это видите сами. Контролирует он не очень хорошо. И вот. Мое мнение, как и у Дима Иллхакинга, это то, что он просто чуть-чуть играет лучше, чем игроки этого сервера. Давай фиксировать вердикт, и читов не найдено. Так, десматч, нарушитель у нас БТВ читерства. Десматч постоянно дает в голову. Интересно посмотреть его количество хедшотов. Очень редко на Десматч приходит Сикер. Это, наверное, знаешь, с чем связано? С тем, что люди не особо имеют желание идти с человеком на Десматч. Зачем это делать? Есть ХВХ сервера для этого. Конечно. Поэтому... Но вот у этого БТВ имеется блокировка на другом аккаунте от античета. Наш античет? Да-да-да, в январе. То есть это его второй аккаунт? Ну да, у него три часа всего. Это новый аккаунт. Это новый аккаунт. Но это уже мультиаккаунт. Ну, конечно. Ну, стреляется неплохо. Стреляет неплохо. Да. Слушай, давай как раз таки проверим именно его. Человек, который получал бан в январе за аккаунт... Давай проверим его. Если он в январе получил бан за чит на Сабершоке, что изменилось? Представь, у него на компьютере реально уже нет чита. Человек исправился. Давай проверять. По игре у него все очень просто. Нам просто интересно. Человек, который получает бан, он удаляет читы или оставляет на память? Я вызываю его на проверку. Проверка на читы. БТВ. Все. Ждем от него ответ. Добрый день, молодой человек. Здорово. Меня зовут Энрике, и сегодня вместе с Димой Л-хакингом мы хотим проверить ваш персональный компьютер на наличие вредоносного или запрещенного ПО на компьютере. Давай, погнали. Отлично. Вот на этом аккаунте у вас бан от античита. Там за ХНС, по-моему, типа там уже, по идее, не распространяется ХНС игра и то, что делать здесь в обычной. Ну, смотрите, во-первых, блокировка выдаётся на всем, на всём проекте. Забан от античита. То есть вы сейчас зашли с пустого аккаунта, это обход блокировки. То есть мы в любом случае вас забаним. А вот скинченджер имеется. Признаёте вину свою? То, что я на вашем проекте играл без счетов, это я могу сто процентов сказать. Да, я сейчас играл без счетов, но присутствие огромного количества счетов и намёков на то, что у тебя что-то есть, это... И к тому же блокировка ещё на прошлом аккаунте. Да, и это обход считается. А, ладно, Докстар, вы получаете баны, в принципе, мы вас задерживать не будем. Давайте, удачи вы можете идти. Получается, что у нас, мистер Дима, человек, который получил в январе блокировку на Сабершоке, создал новый аккаунт, но у него на компьютере всё ещё есть АХК, всё ещё есть скинченджер. В браузере есть упоминание о том, что он пользователь подписки на читы и на бэхоп. А здесь я нажимаю, нарушитель был наказан. Так, ритек, 9 слот, читерство. Это у нас кто? Это у нас... Пётр Щур. Пётр Щур. ВХ. Да, нарушитель у нас 800 Элла, КД 1.09 и 200 часов на проекте. Как и обычно, это количество часов на проекте доказывает уже заранее, что он чистый. Ещё ни разу не было. Ну, один раз за все выпуски, когда человек с более чем 100 часов был с читом. Я помню только один момент такой. Один на миллион, так сказать. Ну что, следим за Пётр Щур. Он играет на новом ритеке. Просто сидит, спрейд, проходит, смог, не замечает противника, его чуть не зарезали. Он всё ещё идёт вперёд, забывает про то, что у него сзади есть человек. Это что такое? Он бегает с П-90, видит... О, хороший зажим, С-П-90. Дефайт-бомбу. Убили нашего персонажа. А, или он вышел. А, он вообще передумал играть. Наш подозреваемый, к сожалению, покинул сервер после кибермуника от Маши Некрасовой. Но, к сожалению, к сожалению... Нет, даже к счастью, он ничего не сделал. И у него выхода точно не было, потому что мы видели. Поэтому я готов осмелиться и нажать, что читов не найдено. Тикет. Retake. Аим, Майб и ВХ. Ну что ж, давайте посмотрим. Ситуация 1-2. Диггл. Решоков, привет. Как они, слышь, понимают, что это я? Привет, идут. Понятно. Но ты же все равно со своего стима заходишь. А, я понял, почему он понял. Почему? У него написано было, Эрик Шоков принял вашу заявку. А, когда тикет? Да, да. Я вам сейчас покажу скриншот, как это выглядит, когда человек видит, что его тикет приняли. А у меня в админике написано Эрик Шоков. И этот парень услышал, что я подобрел. И поэтому он перестал играть жестко. Почему он тебя подозревает в счетах? Нет. Нет, ты говоришь. Пойдем проверим твой компьютер. Я don't speak English. Говорит, я I don't speak Russian. Дружище, те кидают на проверку, если ты отказишься, ты получаешь бан. А, чувак. Сервис французский, и это француз. Это реально француз. What the fuck, чит-процесс пишет. Так, у меня, фак. I have 5000 R's case go. А он ушел. Он вышел. Фак. Да он не был читером. Такой чисто один процесс. Его закипервулили все. Ладно. Визард, если ты сможешь этот ролик, возвращайся на проект. Мы тебя ждем. Идем дальше. Небольшая рекламная интеграция. Сейчас мы на сайте джидроп, и мы крутим барабан бонусов. Не падает 35% к депозиту. Ввожу промокод шрекэрик. Вы уже использовали данный код. Используем промокод паразит. Не проблема. Эрик 13. Не проблема. Ретейк. Ретейк 442. И здесь нападает случайный скин. Ммм. Сувенирная МК преобразователь. 1500 рублей. На сайте появилась новая функция. Это подарки и весенний скинопад. Первые три приза за депозит 150 рублей. Остальные за каждый депозит 1000 рублей. А количество подарков не ограничено. То есть, чем больше депозитов, тем больше вы подарков получаете. Давайте заберем три остальных. И я получаю 3500. У нас на балансе сейчас 9000 рублей. Давайте я вам покажу, как работает функция апгрейд. К примеру, мы вставляем ценник около 7000 рублей. И выбираем тот скин, который нам нравится. Ну, к примеру, вот этот дигл очень-очень неплох. Поэтому сейчас я нажимаю баланс. Ну, давайте потратим на 55%. Да, нам падает этот дигл. Забирать с маркета и сейчас уточняем статус покупки. О, а вот и дигл. Ссылочка на дждроп есть в описании. АВП, он ли АВП Лега нарушение правил. Что может нарушать оскорбление в голосовом чате? У него сейчас 40 часов на Собиршоке. 500 элла. 500 элла. История чата. Да, он... Ой-ой-ой. И не получал бан. Странно. Странно. Блядь, ты какой-то тупой, блядь, блядь, блядь. Ну, тут я согласен. Раз ты считаешь себя умнее, чем я, блядь, ты сам будешь заткнуться, ты это понимаешь? Блядь, ты забыл, что ты говорил? Ты в натуре в уши долбишься, блядь. Сначала вспомни, что ты говорил. Блядь, ну ты такой клоун, блядь, блядь. А что это за слово у него здесь написано? Осуждающая. Ай-яй-яй, я осуждаю. Во-первых, что это за никнейм? Это премиум игрок. Как премиум игрок может такие вещи делать? Переименовать, поменяйте никнейм. Молодые люди, послушайте сейчас. Вас приветствует администрация проекта Cybershop.нр. Я чуть лица отправил не на того игрока. Не на того? Не на того. Ты кинул на Рейдена, а нарушает здесь... Нарушает второй чел за КТ. Лебаров? Да. Можно потом я что-то расскажу? Давай. Поменяй никнейм, вот чувак стоит и начинает высирать то, что Лебаров бог. Лебаров. Да, ну извиняюсь. Он начинает говорить то, что он бог. Ну просто чувак продолжает какую-то херню нести. Ну нет, во-первых. Кто наше первую мою маму обзывать? Кто? Вот этот Лебаров, короче, кто? Твою маму никто не обзывал. Ты обзывал меня, блядь. Как бы не было такого. Ты свой ник видел? Я никого не обзывал. Ты свой ник видел? Тут пусть говорят, Дим. Жалко, я не слышу этого. Ты чё, ебанутый? Ты вообще дурак, что ли? Я тебе ни слова не сказал. Много часов спустя. Мои, да. Я призываю, но ты же этого говорил. Так, маленькие пупсики, послушайте. Сейчас каждый из вас получает за такое поведение в голосовом чате бан. Оба из вас. И Рейден получает муд в чате, потому что я воспострел твою историю. Ты кинул рандомный тикет случайно, но Рейден тоже нарушил правила. Обзывал просто так, зачем это в чате людей. Это демонстративный бан, поэтому вы получаете по часу. Я нажимаю, что нарушитель был наказан. Но не только нарушитель, а нарушители. Читерство. Скрим. Да ладно! Это настоящий скрим. Смотри. Четыре часа. КД. Два. Скрима более 20 аккаунтов в бане на наших серверах. Ты серьезно? Да, вот сейчас я пробил. 20 аккаунтов в бане? 26 аккаунтов. 26 аккаунтов человек создал и получил 26 раз банов. И не останавливается. Чувак, это неадекватно. Ребят, добрый день. Добрый день. Скрим вышел? Конечно. Он был с щитом? Да, да. Почему он вышел? Вы сказали, что я захожу? Да. Да, вы сказали, что я захожу? Да, да, да. И он вышел из-за этого? Да. Вы что, издеваетесь? Зачем это? Логика? Где логика? Я не знаю. Ну, он больше никуда не заходит, да. Ну все, баним его навсегда. Читерство. Дютрикс. Возможно, но он не играет на первого левел. Премиум лайт. Один друг, 45 часов, КД-1. 700 элла. Хорошая стрельба. Про бойлер он не знает. Точно ВХ нет. Вообще не подозревает, что сзади него человек. Здесь сомнение только то, что он не первый левел. И все. Он так пропустит. Ну, двигаться он, кстати, неплохо. Очень красиво повернулся. Все очень красиво сделал. Так, слышит. Ой, как хорошо он играет. Ну, это точно не первый левел. Да, согласен с этим. Давайте спросим, почему он играет на этом аккаунте. Почему не первый. Он вышел. Игрок вышел с сервера. Побегает. Щитерство. Нептун. Бх. Бхоп. О. Вот это интересно. Вот, баниху, 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 баниху. Это самое легкое, наверное, что он может спалить. А. Баниху, баниху. Это скрипт. Да. Слушай, а можно... Можно на проверку. Можно на проверку. Убедимся, это программа или скрипт. Ахай, это щит? Да, это запрещено на практике Сибиршок. Вы могли почитать правила перед тем, как играть. Вы получаете бан на 14 дней за АХК. Нет, 3-3. И нахождение АХК на компьютере при проверке. Бан на 14. Отлично. Симпл. Симпла. За что Симпла? Да, это настоящий чувак. Забей. Реально смысла, да? Нет, смотри. Даже дуэли. Это первый тик на дуэлях. Как играет Симпл на проекте? Ой, если он... Забанили Симпл с щитом. Я так ролик назову. Забанили Симпла на Саби Шоге за щитом. Он дверется. Дергается все. Да, да. Да, да, да. Ролик. Ролик на полмиллиона просмотра. Давай. Ты заметил? Ты что-то безумно только убиваешь. То, что ты... Как уверенно. Как уверенно, да. Да, да. У него все двигается. Да, да. Это собрацин щит. Так. Если сейчас его просто попрошу на проверку. Боже, это самое... Это тут щит VH+, самым позорным. Не настроено. Короче, смотри. Можем с ним пообщаться, а потом позвать в Дискорд. Надо его аккуратно в Дискорд, чтобы он, может быть, даже и не понимал, что он на проверку. Давай, может быть, за банюхоп. Подозрение в скинчейнере. Симпл, добрый день. У вас есть микрофон? Он вышел с сервером. Блин, упустили. Ну, я его забаню. Админ, управление с игроками. Да, да. За баню игрока. Вышедший Симпл на всей сетке Сайбершок. Симплан навсегда. Ну, этот прям в наглую. Ну, это прям в наглую. Не стеснялся. Ну, спасибо ему за название этого ролика. Он опять зашел подожду. Как? Может быть, он успел законнектиться до бана? Символ, добрый день. Вы получаете проверку на компьютер. Пожалуйста, скиньте ваш Дискорд. Мы с вами пойдем пообщаемся. Это я, Шок. А теперь на месте забанен. Можешь дать навсегда? Угу. Сейчас. Это просто такой клоун. Ну, я думаю, что на этом можно закончить. Мы проверили большое количество тикетов. Сейчас нужно взять паузу. Я вам советую посмотреть мои другие выпуски Матрассы на Сайбершоке. Они у вас появились на экране. Со мной был главный администратор Эл Хакинг. А я с вами прощаюсь. Всем приятных игр на Сайбершоке. И всем пока.